Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Это мое короткое видео, которое я хочу посвятить вопросам, которые задают по стратегии Scholarship. Что это такое? С чем ее едят? И я постараюсь ответить на ключевые вопросы, почему, собственно, перейдем к вопросам, и я по каждому вопросу буду вам детально отвечать. Итак, поехали! В первую очередь стратегия Scholarship это стратегия получения ссылок на ваш сайт с тех мест, которые вы попросту не можете нигде купить. Эти ссылочки нельзя купить ни на одной бирже. То есть единственный способ получить эти ссылки это, конечно же, только прямой аутрич и прямое размещение писем, отправка писем с целью получения размещения этой программы. Но, если вы, например, понимаете, что для размещения каталога вам нужно все лишь спарсить каталоги, зайти и зарегистрироваться, для получения статейной ссылки на новостном сайте нужно написать владельцу сайта, допустим, СМИ, прислать статью, заплатить и разместиться, то с программой Scholarship немножко все иначе. Ссылки Scholarship это ссылки на ваш сайт с сайтов так называемых вузов. То есть, если мы сейчас возьмем и пробьем, какие ссылки мы получили за период на наш сайт, конечно же, вы можете увидеть, что мы получаем ссылки именно с сайтов вузов, правительственных сайтов, сайтов громад, областных центров и тому подобное. То есть домен рейтинг этих страниц, он очень высокий. Более того, как мы получали ссылки за весь период, можно посмотреть, конечно же, по этой картинке, которую я сейчас выведу на ваш сайт. Вы можете увидеть, что ссылки на эту страницу росли неравномерно. То есть, если посмотреть рост ссылок за все время, вы увидите, что они растут абсолютно неравномерно и начали рост свой в определенный период. И вы видите этот безумный пик роста доменов. Почему так происходит? Почему они растут именно так? Почему они отваливаются? Что происходит с ними дальше? Коротко, стратегия scholarship заключается в том, что вы на ограниченное время, около года, проводите конкурс на своем сайте. Вы проводите конкурс на размещение гранта, который вы будете дарить, само собой, пользователям. Яркий пример. Например, один из наших клиентов, который, собственно, делает себе scholarship. Тоже это один из наших клиентов. Он заказал стратегию scholarship для своего сайта. И он тоже будет участвовать в этой программе. Эта программа заключается в том, что он получает, публикует сумму для конкурса. И эту программу рассылает по сайтам вузов. Сайты вузов эту программу видят. Они размещают ее на своих страницах. И таким образом вы получаете те самые бэклинки, ради которых в эту программу затеяли. Если вы посмотрите примеры бэклинков, на которых они сделаны, вы можете посмотреть по... Допустим, отсортируем сейчас по ключевым словам, какие страницы у нас перед... Ну, на каких страницах мы расположены. Вот возьмем какой-то сайт, где находятся мировые, допустим, все стипендии на сайте, допустим, Национального французского университета. Мы можем увидеть вот их все программы, которые есть. Вот одна из них. Вот мы делали стипендию scholarship для этого вуза. И вот она находится до сих пор здесь. Контур, конечно, уже закончился. Они забыли удалить. Но есть тоже такая особенность. Не все удаляют уже завершившиеся программы. То есть, что я сказал? Программа, в первую очередь, она ограничена по времени. Это раз. Программа, во-вторых, ограничена по тематике. Это два. То есть, вы пишете конкретно ту тематику, которую планируете продвигать. То есть, если мы снова зайдем сейчас на тот сайт, который мы смотрели, и посмотрим на его странички. И после этого вы увидите, что сайт занимается стоматологией. Вот. И, конечно же, у него конкретно тематики, которые его интересуют. Какие статьи его интересуют. Можно посмотреть, кто может стать участником проекта, что нужно сделать для участия в конкурсе конкретно. Собственно, разработки в сферах стоматологии. То есть, четкие примеры, про что нужно делать. Про что нужно писать контент. То есть, именно четкая конкретизация, что нужно делать в задании для Scholarship, является гарантом того, что вас примут, вас разместят. Программы по Scholarship, само собой, должны быть четко прописаны. И, в первую очередь, они должны находиться на специальной странице. Та самая специальная страница Scholarship, она должна находиться отдельно на вашем сайте. Пример еще одной программы Scholarship. Вот. Ее четко прописано, как она выглядит, как она происходит. Как, кто является партнерами. Здесь вот мы специально публикуем уже те, кто является партнерами. То есть, это, собственно, кто уже опубликовал эту программу. То есть, яркий пример. Можно всегда проверить, кто вас опубликовал. Конечно же, скопируем ссылочку и посмотрим непосредственно, допустим, в том же Ахревсе, кто уже опубликовал эту программу. Их можно скачать и непосредственно разместить. Такие ссылки вы ни на одной бирже, конечно же, не купите. Это очень качественные ссылки с очень качественным профилем. И преимущество этих ссылок заключается исключительно в том, что это те ссылки, которые очень сильно бустят ваш домен рейтинг. Как вы знаем, каждая циферка, допустим, если цифра, они идут по логарифмической шкале, то есть цифра 10 и цифра 20, это значит в 100 раз больше. То есть вы должны это тоже прекрасно понимать. То есть рост вашего сайта, он очень, как бы может быть сильным за счет этого принципа продвижения. И именно governmental educational domain имеет колоссальное значение для продвижения вас непосредственно в этой нише. Чтобы я бы еще обратил внимание, программу нужно тоже заканчивать. Вы должны четко опубликовывать, кто закончил программу, кто участвовал в комиссии программы, само собой, кто обязательно говорит, что она уже, работы приема уже не принимается. То есть, и конечно же, если у вас есть видео, обязательно опубликовать видео от участников, которые сделали вам по факту рекламу, ну, практически поучаствовали в конкурсе. То есть, вот, например, вот... То есть, вот такого рода видео потом нужно тоже собирать на своем ресурсе. Обязательно размещать их у себя на сайте и размещать потом у себя на ресурсе, чтобы программа действительно завершена. Это, само собой, вам нужно будет обязательно это делать. Обратите внимание на это. И, конечно же, уделите внимание тому, что каждое видео, которое вы таким образом сделали, должно доноситься до аудитории, что вы закончили одну социальную программу, приступили к следующей, закончили одну, приступили к следующей. Сколор нужно делать постоянно и не стоит забывать об этом. Даже мы будем возобновлять свой собственный склоны дальше, потому что это пиар, это работа. Следующий вопрос, который на меня задают, конечно же, а почему ссылки появляются неравномерно, почему в первый месяц ссылок нет? Вы не поверите, ссылки мы начали еще делать по нашему сайту, мы начали делать с августа. Но они попросту не появились. Причина на это, в первую очередь, простая. Во-первых, когда приходит письмо по размещению ссылки, вы должны прекрасно понимать, что между приемом письма и размещением самой ссылки уходит определенное время. То есть, вы пишете не ректору, вы пишете не какому-то там завкафедре, вы пишете человеку, который занимается этими программами. Этот человек может в некоторых вузах меняться, это может быть студент, это может быть секретарь, может быть кто угодно. В каждом вузе по-разному, нет четкого системы. На каждом сайте правительства это тоже все по-разному. В какой-то сельской ради, в сельском совете это тоже там свои люди. То есть, вы не знаете, кто конкретно принимает решение за контент сайта. Может, фрилансер-сиошник принимает и заливает этот контент. Поэтому прием решений может иногда участвовать несколько человек. Нам иногда даже присылали распечатанную версию, что они сфотографировали сайт, где они разместили, и присылали нам распечатанный документ с мокрой печатью, что они нас разместили. Поэтому разные подходы, разные люди, нужно уметь по-разному реагировать на эти вещи и обязательно реагировать на эти моменты. Поэтому, если вы обратите внимание, то мы начали в нашу программу по факту вести еще, ну там, как говорят, первые ссылочки появляться начали только в октябре. То есть, весь сентябрь у нас была полная тишина, хотя мы активно рассылали и в августе, и в сентябре. И только после того, как мы уже поменяли определенные подходы, дошли на нужных людей, мы по факту этот процесс ускорили. Конечно же, уже когда потом мы начали брать уже новых клиентов, уже не себя начали продвигать, то, само собой, у нас все очень сильно ускорилось, потому что мы уже знали нужных людей, знали с кем работать, но все равно между приемом письма и между первой ссылкой проходит где-то около месяца. И вот этот вот взрыв, если посмотреть, то он очень так сильно виден, как он прыгает. То есть, если посмотреть реально прыжок за последний год, то есть, вы можете увидеть, что внезапно-внезапно они вот просто могут навалить вот так вот все эти домины на вас. То есть, в какой-то момент даже может быть плато, вот январские каникулы, яркий тому пример. То есть, однозначно. Это по версии украинской. И учтите, что очень важно, да, какая версия страниц, они тоже имеют разные ссылки. Тоже очень важно на это обращать внимание, потому что одни забирают себе одну ссылку, другую, другую. То есть, если у вас есть русская, украинская версии, Scolarship программы могут забирать разные. Я рекомендую делать Scolarship ссылочку, конечно же, в двух языках, рассылать ее и смотреть, какую заберут. Обе ссылки всегда полезны, обе ссылки помогут вам продвигаться. Хоть они одинаковые, это одна и та же социальная программа, просто правильный тег Rail Alternate должен тоже присутствовать на страничке. Едем дальше. Какой еще? В первую очередь, мне чаще всего задают вопрос. Вы могут часто задавать вопрос, почему работа стоит столько, допустим. У нас есть определенная стоимость этих услуг. Почему она столько стоит? Во-первых, это работа, действительно, человека, который занимается email-рассылкой. Это его зарплата, собственно. Это его, собственно, труд, который он выделяет на постоянное общение по вашим проектам. Во-вторых, это, само собой, обслуживание при помощи программ, через которые мы это делаем. Программные продукты, они не бесплатные, вы должны это прекрасно понимать. В-третьих, это база, которую мы постоянно обновляем. И, само собой, база позволяет, ну, как бы, постоянно совершенствуется работой. Мы с этой базой расширяем, взаимодействуем с контактами, как бы, это тоже все требует труда и усилий. Поэтому, для того, чтобы поддерживать все это, ну, конечно же, ну, как бы, есть определенные затраты. Можете ли вы это сделать самостоятельно? Да, можете. Вы можете сами парсить базы вузов. Вы можете там даже скачать эту базу вузов у нас на сайте, она у нас есть. Ну, конечно, без контактов, без нужных лиц. База вузов, ну, то она и есть. База вузов. Соответственно, мы выходили на эти контакты, собирали их, взаимодействовали, искали нужных людей. То есть, само собой, это очень кропотливый, тяжелый труд был. Но мы нашли этих людей, и мы с этим работаем. А вы можете все это повторить сами, пройти этот весь путь. Сколько вы на это потратите усилий, это уже, как говорится, ну, все зависит, как говорится, от вас. Стоит ли учинка выделки? Да, конечно, стоит. Программа Scholarship, она отдает хороший буст домен рейтингу, а за счет домен рейтинга каждый публикующийся новый контент ранжируется гораздо сильнее. Если мы посмотрим на сегодняшний момент просто на наш сайт, некоторые страницы мы опубликовали совсем недавно. Просто мы буквально написали несколько статей, и они зашли просто в топ, без каких-либо усилий. То есть, тоже очень важно обращать на этот момент внимание. То есть, вы вроде бы занимаетесь продвижением сайта, да, то есть, занимаетесь написанием контента, но у вас может не расти трафик. Он просто может стоять на месте. То есть, но благодаря тому, что у вас очень сильный домен рейтинг, вот, например, у домен рейтингу.com.ua и уру версии у нашей странички разной. Вот он отличается практически на 10 пунктов. И, конечно же, если мы изучим, допустим, топ-страницы нашего сайта и посмотрим на них более внимательно. Мы обратим внимание, что в топ-странице у нас есть довольно-таки интересные свежие статьи. Свежие статьи, и мы, допустим, ради интереса на нее перейдем сейчас и изучим эту статью конкретно. Мы обратим внимание бэклинки. Мы можем обратить, что на ту страницу нет ни одного бэклинка, но она в топе. Каким образом? На нее не делалось ни одного бэклинка. Но она получила свой топ благодаря тому, вот это огромный результат она получила, благодаря тому, что мы подняли домен рейтинг за счет программы Scholarship. Хотите так же? Ссылочка для регистрации в программе Scholarship будет в описании ролика. Отправляйте свою заявку, создавайте свою страничку. Пример страничек Scholarship я брошу тоже в нашем описании ролика. Странички Scholarship, они примерно однотипные. Если вас интересует дизайн странички, это все входит в нашу работу, само собой. Это все мы делаем. Этот ролик действительно чуть-чуть коммерческий, потому что я рассказываю на те вопросы, которые мне чаще всего задают, сколько стоит Scholarship, почему он делается именно так, почему первый месяц нет результатов. На самом деле они есть, результаты есть, но просто ссылок нет. Результаты это ответы на e-mail, идеологии, они все есть. Само собой, этим всем мы занимаемся, это все ведется в наши особенности. И помните, результат этот, это действительно рост вашего сайта, рост вашего домен рейтинга и получение ключей просто на пустом месте. И получение, конечно же, лидов с этих страниц на пустом месте. Потому что любая созданная страница подрастает при личном трафике. Вроде бы вы ничего такого не делаете, не платите лишний раз на ссылки. Потому что, например, продвинуть, допустим, какую-то страницу, мы делали довольно очень много ссылок для некоторых из страниц. Здесь, например, можно посмотреть одну из страниц наших, которые мы делали на Ahrefs. Можно даже сейчас посмотреть, и на нее тоже можно найти ряд бэклинков. Вдумайтесь, 12 бэклинков я делал на эту страничку. Конечно, она в топе. А вот страничка продвижения Instagram не имеет ни одного внешнего бэклинка, и она тоже в топе. Сегодня был с вами Николай Шмичков. Я рад был, что вы дослушали до конца. Не забываем задавать еще вопросы в ролике, что вас интересует по стратегии Scolarship. Я на все в них отвечу. Нажимаем колокольчик, чтобы следить за следующими видео. И, конечно же, я буду всех вас рад видеть на следующих вебинарах, которые будут выходить на нашем канале. С нами снова будет и в гостях Михаил Шакин, и много новых других гостей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok